Субтитры создавал DimaTorzok Очередная американская утка. Министерство обороны России отрицает усиление группировки ВКС в Сирии, анонсированное американским телеканалом Fox News со ссылкой на двух американских чиновников. Накануне в новостях прошла информация о том, что Москва в начале недели разместила четыре дополнительных штурмовика Су-25 на авиабазе в Хмеймиме. Российское оборонное ведомство уверяет, что данные не соответствуют реальности и отчитывается о запланированном сокращении группировки в Арабской Республике. Представитель Минобороны Игорь Коношенков заявил, первые шесть бомбардировщиков Су-24 уже вернулись на родину. Вскоре к ним присоединятся и другие боевые самолеты, а также летный и инженерно-технический состав. По словам Коношенкова, более 40 единиц воздушной техники несет на себе крейсер «Адмирал Кузнецов». Возглавляемая им авианосная группа держит путь на базу в Североморске. При этом Коношенков напоминает, западные СМИ подробно освещали все передвижения единственного российского тяжелого авианесущего крейсера и прекрасно знают о распоряжении Верховного главнокомандующего Владимира Путина от 29 декабря минувшего года о сокращении группировки в Арабской Республике. В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе «Хмеймим» на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ забыть одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы увеличении военного присутствия России в Сирии не более чем примитивная пропагандистская утка. Основные задачи в Сирии, поставленные перед армией Верховным главнокомандующим, мы выполнили. И втягиваться в гонку вооружений не намерены. Глава Минобороны России Сергей Шойгу прочитал руководящему составу ведомства доклад на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современности и перспективы». И перспективы эти, судя по заявлению министра, нерадужные. Шойгу уверяет, что страны Запада игнорируют интересы России в сфере безопасности, а размещение военного контингента за рубежом расценивают как угрозу. Ситуация в мире становится все более запутанной. Обостряется конкуренция за мировое лидерство и обладание ресурсами. Среди ведущих стран отсутствует единое видение мироустройства. Наблюдается возрастание роли военной силы как инструмента реализации интересов государств и ослабления институтов обеспечения глобальной безопасности. Запад по-прежнему не желает учитывать жизненно важные интересы России и рассматривает укрепление российского влияния в постсоветском пространстве как угрозу национальной и коалиционной безопасности. В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Российской Федерации. Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей антироссийской позицией, не верит в перезагрузку отношений между Вашингтоном и Москвой при Дональде Трампе и считает необходимым говорить с Кремлем с позицией силы. Такое мнение он высказал в интервью немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Сенатор также отметил, что у него нет никаких сомнений в участии России в хакерских атаках во время предвыборной гонки в США. Единственную возможность выстраивать отношения США с Россией Маккейн видит в возвращении к принципам Рональда Рейгана, то есть в достижении мира через силу. Я считаю, что Владимир Путин убийца и бандит, он продукт КГБ. Он будет пытаться извлечь выгоду из всего. Я видел трех президентов – Буша, Клинтона и Обаму, веривших в то, что они могут построить новые взаимоотношения с Владимиром Путиным. Буш увидел в его глазах мир. Обама пытался нажать кнопку перезагрузки. Мы должны осознать, что из себя представляет Владимир Путин и вернуться к принципам Рональда Рейгана – достижению мира через силу. Ранее разведка США опубликовала несекретную часть доклада о якобы имевших место в действиях российских хакеров с целью повлиять на исход президентских выборов. В документе утверждается, что конфиденциальные сведения Демократической партии США были переданы организации Викиликс главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России. Москва попытки Вашингтона приписать ей ответственность за предполагаемые кибератаки на серверы Демпартии США отвергает. Президент Путин, комментируя эту тему, отметил, что проигравшие всегда ищут виновных на стороне. Он также обратил внимание на то, что главная – это суть информации, которую киберпреступники предоставили обществу. По мнению Путина, лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является отставка руководителя Национального комитета Демократической партии. Это, дескать, означает ее признание в том, что хакеры показали правду. Норвежский террорист Андерс Брейвик, осужденный за убийство 77 человек и добивающийся смягчения условий содержания в тюрьме, уверяет, что его радикальные взгляды в последние годы усилились по вине правосудия, изолировавшего его от внешнего мира. Об этом он сообщил, выступая в суде норвежской тюрьмы Шиен. Слушания, где рассматриваются апелляции Министерства юстиции Норвегии и самого террориста на решение окружного суда Осло, начались во вторник. Защита требует от суда смягчить условия содержания террориста в тюрьме с учетом того, что ему предстоит провести за решеткой всю жизнь. В частности, адвокаты просят разрешить преступнику общаться с другими заключенными, поскольку сейчас он находится практически в полной изоляции. По словам самого террориста, последняя встреча с матерью до ее смерти была единственным контактом с человеком, который был у него за все это время. В остальном он общался только с официальными лицами, в числе которых сотрудники тюрьмы, и то через стеклянную перегородку. Я шокирован многим из того, что сам написал в последние пять лет. Я был полностью изолирован, меня ни разу никто не поправил. Я лгал сам себе, потому что пострадал от изоляции. Радикализация является следствием этого. Я пострадал не немного, я пострадал очень сильно. Ну что же, это были и все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на канале Артевер. Редактор субтитров А.Семкин